МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На форуме «За свободу наций» в Москве в начале следующего года. Ну, а все подробности мы узнаем сейчас у председателя Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова. Он в нашей студии. Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Когда мы говорим о суверенитете нашей страны, что это значит? И почему именно сейчас это имеет особое значение? Вы знаете, наша комиссия, собственно, начинается с того, что это Комиссия по защите государственного суверенитета. И, насколько нам известно, это единственная в мире парламентская комиссия с таким названием, что уже само за себя говорит. Пять лет назад в нашем ежегодном докладе мы целый раздел посвятили определению понятия суверенитета. На первый взгляд, и так вроде бы ясно. Да, это возможность самим определять свое будущее. Но когда начинаешь входить в детали, там возникает очень много «но». Очень много «но». Но, допустим, государство и его люди хотели бы жить самостоятельно. Но государство не имеет возможности себя защитить, и не имеет материально-технической базы для того, чтобы обеспечить возможность себя защитить. И зависимо от всего, от поставок, так сказать, энергоносителей, и от поставок технологий, от всего, от всего, от всего. Ну как же оно может принимать самостоятельные решения? И вот в этом отношении суверенитет – это комплексное понятие, которое опирается действительно на максимальную независимость от внешних обстоятельств и на максимальную возможность народу страны выступать носителем этого суверенитета. То есть решения принимаются кем-то не за народ, а народ принимает свои решения, в том числе избирая своего лидера, в том числе формируя представительные органы власти, законодательные органы власти и так далее, и так далее, и так далее. И в этом отношении действительно наша страна за годы после получения независимости Российской Федерации, уже полной независимости, после того, как наша страна стала официально правоприемником Советского Союза, вот после всего этого за эти 30 лет действительно сделано многое, особенно за последние 20 лет с небольшим. Когда к власти России пришел Владимир Владимирович Путин, став главой государства, избранным главой государства, вот с этого момента стали особые акценты делать на суверенитет. И в этом плане вот эта формула емкая и образная о том, что мы не променяем на колбасу наш суверенитет, она о многом говорит, не променяем. Андрей Аркадьевич, как-то Вы сказали, что за последние 23 года Россия сделала огромный шаг вперед, вернувшись в число ведущих держав мира. А в чем это все-таки выражается? Знаете, у нас на момент образования Российской Федерации в качестве независимого государства были права, допустим, от имени нашей страны, с новым названием, уже Российская Федерация, войти в состав, допустим, членов Совета Безопасности. Мы оттуда и не выходили, строго говоря. Но, тем не менее, все-таки вот это особая позиция, которая есть только у пяти государств на земле. Соединенные Штаты, Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Великобритания, Франция. Вот, собственно, все. Это ведущая пятерка. У нас в наследство от Советского Союза осталось ракетно-ядерное оружие, в том числе стратегического назначения. Это обеспечивало нам возможность нанесения ответного удара, и это сдерживало, так сказать, потенциального агрессора. Но во многих других направлениях мы не так хорошо и уверенно себя чувствовали. Вот мы в том же докладе пятилетней давности проанализировали различные аспекты суверенитета, от технологического до культурного, от политического до военно-технического. И мы там расставили, ну, скажем так, рейтинги определенные, сами выставили их. Мы сравнивали государства, входящие в большую двадцатку. Это именно те государства, которые действительно достаточно самостоятельную политику способны проводить, не просто могут, а способны проводить в мире и имеют определенным, так сказать, экономическим потенциалом наделены. Но вот так получилось, что тест на суверенитет мы прошли, очень такой серьезный тест, очень серьезный экзамен в период как раз 22-23 года. И мы его настолько достойно прошли, что многие, в общем, сами удивились в нашей стране, да и я, честно говоря, удивился. Вот смотрите, все-таки, когда против нас воюют, а по-другому это нельзя сказать, воюют там полсотни государств, причем государства, далеко не все из них там какие-то бедные и мелкие, а там есть государства, которые считаются там или считают себя сверхдержавами. И вот 17,5 тысяч санкций против нас ввели, а мы взяли и оказались в пятерке крупнейших экономических держав планеты. При этом наши темпы просто растут, а их снижаются. И при этом никакого, значит, такого всеобщего давления на Россию не произошло, хотя и пытаются, поскольку три четверти государств в мире не желают вот эту разделять порочную антироссийскую политику. Это как раз все проявление нашего суверенитета, потому что мы можем и духовную сферу сейчас должным образом защищать и развивать, хотя тут много чего надо еще сделать. И в сфере образования мы, наконец-то, очистились от разной шелухи и движемся, мне кажется, правильным путем сейчас. И в сфере технологий там многое, многое еще предстоит сделать, но главные позиции мы сберегли. И в экономической сфере, о чем я уже сказал. Так что здесь сам по себе суверенитет – это не просто красивое слово, это еще и возможность обеспечить безопасность нашему народу, и это возможность создать условия для роста народного благосостояния. Как мы уже сказали, в следующем году состоится форум за свободу наций. Расскажите, что это за мероприятие, каковы его цели, кто в нем примет участие? Я вот с чего начну. По уставу Организации Объединенных Наций существует суверенное равенство государства. Оно не соблюдается. Оно не соблюдается новыми колониальными державами, главной из которых является Соединенные Штаты Америки. Это империя неоколониальная XXI века. И вот эти государства или группа государств – это, конечно, мировое меньшинство, но они продолжают, переформатировав свои колониальные методы, они продолжают угнетение, они продолжают ограбление, они продолжают жить за счет других. Некоторые этого не замечают, некоторые замечают, но ничего сделать с этим не могут. И этих некоторых, ну, практически, там, процентов 80-85 от населения земного шара. И, конечно, если удастся консолидировать их усилия, а именно этому посвящен учредительный форум, который мы предлагаем сделать в Москве за свободу наций, то в этом случае мир придет к более справедливому состоянию, устройству, самоустройству человечества. И вот эта позиция, когда не будет некого гегемона, командира, когда будет многополярность подлинная, когда страны смогут между собой развивать все виды сотрудничества, исходя из принципов равноправия и взаимоуважения, вот это, ну, может быть, это для кого-то картинка покажется идеальной, но это достижимо сегодня. Достижимо, потому что осознание необходимости этого посетило многих, в том числе, кстати, сказать, граждан некоторых, некоторых уважаемых граждан недружественных государств. Там тоже понимают, что их безопасность в конечном счете, в конечном счете от той политики, которую они ведут, только ухудшается. А если бы они вели ту политику, к которой их призывает сегодня Россия, о чем, кстати, Путин говорил еще в Мюнхенской речи в 2007 году, то в этом случае их безопасность упрочняется. Это и есть принцип неделимой безопасности, о чем Россия предупреждала наших недругов еще в декабре 21-го года, когда были направлены соответствующие документы и в адрес Вашингтона, и в адрес стран НАТО. Но теперь, я надеюсь, ситуация будет меняться гораздо более быстрыми темпами и меняться в пользу тех, кто выступает за свободу нации. Так что мировое большинство, вне всякого сомнения, будет с нами. Спасибо, Андрей Аркадьевич. На наши вопросы в прямом эфире отвечал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.